до 30 максимум почему ну не знаю потому что 35 это уже наверно взрослый человек который должен быть самодостаточный со своей работой и со своей не знаю семьей может быть но не 35 но я думаю уже саша 25 это уже взрослый человек потому что в это время уже человек начинает строить семью зарабатывать и так далее конечно это во все времена считалось даже вузы в советское время принимали до 35 лет научное отделение почему не 35 лет еще молодой вот лет 90 это уже 100 молодой горячий уже взрослые мне кажется за пиком своего возраста мне кажется так как мне не знаю 18 лет сейчас только 35 посмотрим ну вот мне через неделю 38 я вполне согласен что я все еще молодежь даже я вот молодые говорят это уже старый ну может быть в их возрасте я бы и считал себя старым но когда достигаешь этого предела такого думаешь нет я еще молод все таки я считаю что пусть и 22 это уже не молодежь это уже не молодой человек потому что ты уже заканчиваешь университет уже ищешь работу и уже думаешь построить семью я честно говоря цернин как заглашить потому что ну молодежь это до 20 лет она молодежь считается но каждый к чему-то своему стремится у каждого свои какие-то цели жизни кто-то семью создает кто-то достигает там какого-то поставленная это рамки карьерный рост так что это самореализоваться важно конечно да 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 найти устойчивую работу купить машину и квартиру в свою такая казахская мечта сначала окончить универ потом устрасть на работу и и выйти замуж обязательно достичь 35 я бы сказал так наверное ощущение что ты на своем месте что ты родился для того чтобы быть счастливым быть здоровым и приносить пользу окружающим первую очередь отучиться увидеть мир попутешествовать главное насадиться жизнью потом уже строить семейную жизнь чтобы умирая не жалеть построить или найти работу и ну самое главное это построить семью до 35 лет никогда не паузу учиться нужно всегда саморезоваться в любом любом возрасте это важно учитель всегда важно зарабатывать учиться учеба по пугере прямо логере молодежи надо поддерживать потому что особенно когда вот была тенденция что на работу после вуза не принимали людей которые не имеют стажа практического стажа работы а где им старше взять сделать больше грантов университета может быть помощи стипендию но это не так уж сильно мне кажется важно сейчас скорее всего это цены на квартиру студентам наверное психологической помощи чтобы она была бесплатной потому что сейчас очень много загоняется молодежь вот басы банки я видел там программа для именно молодых людей доступное жилье или что-то типа такого ну допустим да вот жилищный вопрос это по-моему один из самых главных где можно было бы оказать поддержку молодежи больше выделят грант то думаю люди начнут поступать на ту профессию которую они хотят они на ту которые есть гранты было бы очень хорошо если бы предоставляли больше общежитий потому что не везде они есть не каждому не вере и очень хорошо если была бы какая-то финансовая поддержка в этом плане если бы допустим выделили какие-то финансы обычно не всегда получается допустим работать как бывает такое то что график в универе не позволяет и из-за этого ты в основном только учишься учишься и не успеваешь зарабатывать деньги на свои нужды и и и и